Салют, я Харли, это мой оператор Татьяна. Сегодня у нас опять челлендж. Вы их почему-то любите. Вот ну прям, не знаю откуда у вас любовь к этому дерьмецу. Приходится делать. Все ради вас. Очень мы вас любим. Вы челленджи, мы вас. Да. И сегодня у нас челлендж, что во рту. Не просто же так я сюда ее посадила. А знаете, скольких усилий стоит ее из-за камеры вытащить? О, неделю посуду мыть буду. Что? Знаешь, это напоминает Джеффе молчаливого Боба. Суть челленджа заключается в том, что у каждой из нас есть определенный набор продуктов, о которых мы не знаем. Один человек завязывает глаза, а второй его всем этим делом кормит. И мы с завязанными глазами должны угадать, что же у нас во рту. И чтобы узнать, кто из нас будет первым дегустатором, мы решим этот вопрос как мужики. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Я победила. Поэтому я ее первая буду кормить. На, завязывай глаза. А я пока достану чудо. Зачем она бы согласилась? Хочешь варежек? Я варежки нашла в пакете. Чтоб только это был не вишня. Главное, чтоб не вишня. Так. Все? Ты готова? Так. Первое. Такой народ. Кусать надо. Черт возьми, что это? Это тот дрянь, который ты меня в автобусе кормила. Это хурма. Да, это хурма. Да что ты так со мной? Все дело в том, что когда мы ездили в Челябинск, я взяла с собой хурму поесть в автобусе. И там выяснилось, что Таня никогда не ела хурму. И когда она ее пробовала, она очень долго не поняла, что было похоже. Что это? Ты мне скажи. Не могу понять, что это за говно. Это горох? Нет. Но, возможно, это относится к этому семейству. Тут какая-нибудь фасоль? Нет. Дайте еще. Нет! Это реально! Я не могу понять, что это... Что это было? Это был нут. Я в жизни нута не ела. Все бывает в первый раз. Ладно. Один-один. Нифига не один-один. Ты не угадала. Не удалось провести. Давай. Я почти не боюсь. Да? Это сейчас будет мстя, да? Подождите, у меня тут проработка. О, все. Вот этот звук чего-то открываемого. Сейчас будет какое-нибудь детское питание? Или какой-нибудь горчицы? Так, иди ко мне поближе. И рот открывай. Ложка. Дрянь, конечно. Это детское питание. Какое? Ужасное. Там что-то с овощами, с картошкой или с чем-то, с капустой какой-то. Ну, это с овощами, да. Но фруктов там точно нет. Нет. Наверное, не должно. Сейчас посмотрим, саскай. Да нет, точно нет. Они были бы сладенькими, эту гряньку не решили. Нет, нету. Типа. Ладно, пускай это будет просто детское питание. Какой-нибудь огуший или какой-то няне. Нет. Это кабачки от Хайнс. Ну, понимаешь? Он детей кормит кабачками. Бедные дети. А что, все настолько плохо? Вот знаешь, да. Пробуй продукты, прежде чем их дать на вкус кому-нибудь. Да, что говорит, там все вкусненькое. Не, ну вот насчет этого я была не уверена. Чтобы вы понимали, это как бы... Оно вообще безвкусное. Не соленое, не сахареное. Просто жирская какая-то херня с привкусом овоща просто. Ну вот, да. Это при том, что я еще и кабачки не ем. В общем, фу. Я не знаю, как... Теперь ты понимаешь, почему дети такие противны? Чуть-чуть начала их понимать. Закрой, заклей и выбрось. Открывай вот. Закрой. Это кокосовая стружка. Да. Я знала. Я тебе сразу дам подсказку. Просто жуй. Не глотай. Живательная конфета с со вкусом. Нет, вкус не угадаю. Попробуй. На че похоже? Не персик. У Тани все очень непонятно, все персик. Нет времени объяснять. Они дурацкие потому что. Почему? Они тебе тоже напоминают магнатые жопы. Фу. Тебе мне еще хуже. Так не персик? Нет. Как это какая-нибудь клубника? Нет. Нет, все, я сдаюсь. Это дыня. Вот дыни там вообще нет, да? Нет, это не дыня. Ну, значит, у японцев очень странное представление о дыне. Ну, либо мы просто это. Странные. Дыня. Дыня. Давай. Открывай. Кусай. 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 Что это, блин? Это сухофрукт. Да. Очень страшно хрустящий у меня на зубах. У меня так челюсть челкало, когда мне ее выбили. Фу. Это... Господи, как он? Инжир. Да. Еее. Фу. Ты мне только скажи, ты его любишь или нет. А то у нас целая пачка. И мы его не любим. Нет, сушеный ее не... Зачем мы купили целую пачку? Для челленджа. Она развесная. Да там и так ухудет. Ставичка. Нет. Инжир у нас никто не любит. Я, мне кажется, в детском саду столько раз шарф не завязывала за один день. А в детском саду зимой мне приходилось его завязывать раза по четыре. Потому что в детском садике приходилось гулять. Зимой. Господи. Пугающий меня шарф. Давай. Крабанок. Мне страшно, это разжевывается. Это очень вкусно на самом деле. Это что-то гладкое. И соленое. Да? Ну такое, да. Ну немножко. Я точно если раскушу, не умру? Что случилось? Не знаю. Не знаю. Отлично. Да не уж то не нравится. Это сыр какой-то. Да. Сначала я подумала, что это тесто. Так я думаю, отлично, меня кормят тестом. Всегда мечтала. Нет-нет, это отгадка, просто сыр. Слава богу. Да я сижу, пытаюсь понять. Все. Это было опасненько. Но прошло все, слава богу, мирно. Какой вывод мы сделали из всего этого челленджа? В принципе, есть можно все. Но не детское питание, Хайнс. Нет. Макать в него инжир. Я знаю, это можно пытать людей. Короче, покупаешь кабачки вот эти вот, макаешь туда сушеный инжир и кормишь врагов. И люди такие, нет, нет, только нет. А ты такой, еее. Это гениально. Запоминайте. Или наказывать детей. Они же это и... Это что получается? То есть все наказывают детей? Да. Тем, что кормят их? Вот этим. На этом все. Не забывайте подписываться, ставить лайки. А еще у нас заканчиваются идеи для челленджей, поэтому пишите их в комментарии. Как бы вот. Самые интересные будем выполнять. Увидимся через неделю. С любовью, Харли. Почему в конце каждого челленджа я с какой-то едой? А мы только пожрать любим. Ха-ха-ха. 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 Павltин. Анап�. Анап�.